так образовалась у меня свободная неделька решил поставить суточную брагу купила такие turbo дрожжи брагман 24 turbo sprinter английский короче надпись произведено в британии сбраживает до 6 килограмм сахара в принципе все просто сахар 6 килограмм воды 21 литр разбавить не знаю здесь ничего не видно будет ну короче оставил их вчера вечером первое время но они очень бурно бродили сейчас уже как бы немножко успокаиваются что ли не знаю как брожение еще идет температура колон у меня 34 градуса даже больше наверно быть побольше штук там и конечно ничего не видим так получается время 9 часов утра броит они мне 14 часов броит они менял так с учетом того что сейчас на улице холодно пришлось поставить такой гидрозатвор и вывести его а улицу запаха дома нету ну а пачка сама как-то пахнет так интересно дрожжи я имею ввиду сами ну ладно будем дальше посмотреть что получится в любом случае если сегодня не перестанут бродить перегонять будем завтра так надбродили у меня дрожжи брагман 24 спринтер turbo написано что течение 24 часов короче я делал гидромодуль эти дрожжи рассчитаны на гидромодуль 1 к 3 с половиной 6 килограмм сахара на двадцать один литр воды на 21 литра воды но я гидромодуль делал один к двум с половиной как бы что поместилось в этот бачок бачок у меня 25 литров то есть 6 килограмм сахара разбавил 15 литрами воды покупной кстати которые продаются везде по три с половиной рубля за литр вот сварил инвентировал сахар все в сироп тремя литрами и еще долю 12 литров короче емкость бродили они у меня три дня принципе принципе на третий день уже брожение вернее не брожение брожение еще шло потихонечку но сахарометр баки показывал 0 процентов вчера было то же самое в принципе с хроме трещу лучше даже стану брожение как бы немножко шло так булькал я не знаю что там они жрали это емкость может сам бачок может еще чуть ну просто вот первые три литра короче я выдал банки 66 процентов спирта такой смог он получился сейчас будем отбирать вторую банку смогу на меня вот так смогу на аппарат в режиме так сказать постил это я барьерный дефлегматор присобачивал сюда увеличил так сказать площадь охлаждения до 70 сантиметров вот так что самое интересное смартфон зараза ну блин пахнет спирт и хлеба прямо ржаным хлеба вот тебе такие трубы дрожжи ну все равно конечно результат будет ясен только так когда мы перегоним второй раз в общем как баночку накапываю сниму следующее видео ну пока в принципе результат все 6 градусов трехлитровый банк как бы нормально в принципе у меня практически всегда так получается но с учетом того что за три дня как бы они сделались эти друзья если бы конечно я увеличил бы гидромодуль один к трем с половиной возможно бы они за сутки бы и сыграли но я повторюсь гидромодуль я делал один к двум с половиной может и за это у брожение было дольше но факт остается фактом дрожжи даже в таком количестве воды сожрали весь сахар ну все отбираем второй банк кстати банк у меня трехлитровый набирается два часа эта баночка набралась у меня за два часа ну ждем еще два часа короче потом снимем следующее видео так ну чё натек натекла вторая банка трехлитровая 3 литра получилось крепостью 39 градусов содержание спирта я считаю это вполне нормальный результат предыдущей банки было 66 процентов получается у нас что у нас получается так а получается у нас короче 6 литров крепостью где-то пятьдесят два пятьдесят три процента содержание спирта в принципе за три дня с такими дрожжами суточными плюс гидромодуля один к двум с половиной я считаю это нормально грубо говоря из этого в принципе должно получиться где-то редко 3 литров прям 95 96 градусов но об этом уже завтра в принципе сейчас я буду все убирать повторюсь так ставил я брагу гидромодуль один с половиной 6 килограмм сахара 15 литров воды покупной стояла она у меня три дня получилось что у меня 6 литров 52 процентов 6 литров смогу на содержание спирта 52 градуса спирта сердца ну вот на сегодня пока все продолжение завтра так лучше наступила завтра начал дробную перегонку спирта сердца а помню в кубе у меня 6 литров спирта сердца крепостью 52-53 процента собрал я колонну идет отбор голов в кубе 92 градуса на верхнем термометре 55 градусов дефлегматор вверх теплый из холодно кран сразу прикрытый меню ну то есть я не первый раз пользуюсь как бы уже знаю отбор у нас идет по капельне убирать будем примерно 300 по запаху ну а там дальше посмотрим будет часа полтора еще как наверно точно будет следующее видео когда будет отбор тела так ну чё начал отбор тела голов мы отобрали вот баночка 350 миллилитров здесь поменьше чем 350 миллилитров отбирали моих по запаху вонючие шли до последнего могу сейчас пахнет спиртом попугая у нас как всегда 95 градусов 95 процентов содержание спирта трубка связи с атмосферой выведена у нас вытяжку кстати очень даже хорошо помогает так в кубе у нас 93 градуса на верхнем 60 вот у меня такая температура я просто уже привык пользоваться как быть термометром меня все устраивает низ дефлегматор холодный вверх теплый как начали отбирать тело кран на дефлегматор мысли гонца приоткрыли тело у нас так течет там то капает то течь начинает колонну сейчас пошатали сюда кучу но сейчас побежит опять ну вот короче вот так получается попугая 96 95 градусов даже немножко побольше кстати хочу добавить на работу колонны влияет абсолютно все открыли форточку потянул сквозняк естественно скорость сбора сразу уменьшится это запомнил уже заметил когда отпираешь от без дефлегматора или просто как бы так грубо говоря не спирт гонишь а вот самогон такой повышенной крепости так сказать как будут на смертные явления всякие не сильно влияет а вот именно колонна с дефлегматором брел очень чувствительно к перепадом температуры в принципе не знаю почему как бы у меня сейчас форточки то открыто в квартире дабы проветрить хотя запах в принципе нет но все равно чуть побольше открыл окно скорость отбора упала в кубе 93 наверху над дефлегматором 60 попугая 95 видно как водичка течет потихонечку кстати струйка воды меня вот такая тепленькая довольно-таки хотя самогон довольно прохладный ледяной можно сказать и пахнет спиртом ну а головы я сейчас вылью и вообще не понимаю зачем некоторые самогонщики начинают замерять их типа вот смотрите гоню спирт 96 процентов да естественно там обои столько потому что там спирта нет там шняга всякая стоны все остальное вот 96 95 градусов так 9 8 да нет 96 сейчас вот идет спирт 96 процентов кстати даже видно а головы зачем замеряют я вообще даже не понимаю достойте так учет пока полу меня два литра спирта крепостью 95 градусов содержанием спирта вот пожалуйста капать еще пока продолжает сейчас мы потихонечку опустим спиртометр спиртометр так попугая 91 процент пока еще течет нормально но отбирать мы будем где-то еще пол литра потому что там дальше капать уже будет очень медленно ну конечно результат уже будет в конце так чего у меня получилось у меня получилось 2 литра 790 миллилитров 93 процентного спирта в принципе даже если это разбавить до 40 градусов больше получится около 7 литров самогона получится я решил сделать настоечки с клюквы и с чернослива с перегородками грецкими орехами ну то есть две разные настойки сейчас я это дело буду разбавлять до 55 градусов и заливать в банке но тут у меня в банке повторюсь 2 литра 790 миллилитров 93 процентного спирта я считаю что этот результат очень даже хороший в принципе 6 килограмм сахара 3 дня брожения это очень даже замечательно ну ну как спирт я разбавляю в принципе я сейчас покажу спирт я вот так разбавляю тоненькой струйкой в налитую заранее воду вода вот такая вот ну это просто бутылка а вода продается в принципе везде по три с половиной рубля за литр кстати на этой же воде я и ставил брагу вот спирт текет потихоньку никакого как мы видим ничего будет здесь около 4 литров 53 процентов самогона чтобы разбавить эти баночки это себе пол литра отлил сейчас запакую здесь 93 процента 90 пол литра 93 процентного спирта оставлю пускай стоит красота спирт текет как видите помотнения никаких нету можно мешать по вскому они помотняются в общем я покупал раньше разную воду включая детскую но сейчас вот детскую дорого покупать бутылка 90 рублей с этой водой тоже нормально получается ну в общем как бы так вот мы видим пузырьки небольшие после того как перемешали реакция пошла но сейчас она пропадет и самогон разбавленный или спирт разбавленный даже не знаю что это такое теперь но спирт получается как бы станет прозрачным ну вот как бы все на этом пойду монтировать видео и выкладывать в интернет вот и Продолжение следует...